Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в понедельник, 7 февраля. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодня мы с вами рассмотрим ключевые события предстоящего дня, на что стоит обратить внимание, наиболее интересные инструменты. Что ж, давайте начнем тогда с экономического календаря. Экономический календарь для трейдеров компания Markets доступен на главной странице сайта в разделе «Клиентам. Экономический календарь». При переходе на эту страницу открывается сразу экономический календарь на всю неделю, но нас интересует с вами только календарь на текущий день, на 7 февраля. Что мы здесь видим? У нас, как видим, в целом новостной фон практически полностью отсутствует. Каких-то важных событий здесь практически не выделить. 9.45 уровень безработицы Швейцарии, 9.45 уровень безработицы без учета сезонных колебаний, 10.00 промышленное производство и можно выделить новость в 10.00 индекс цены на жилье от Халифакса. В целом данные новости, как правило, не оказывают сильного влияния на экономический календарь, поэтому в целом экономический календарь сегодня достаточно скучный. 18.45 выступление президента ЕЦБ Лагард. Что ж, наверное, на сегодняшний день это одно из самых сильных выступлений. Давайте теперь переключимся на платформу MetaTrader и рассмотрим с вами ключевые события, ключевые инструменты, за которыми мы с вами постоянно следим. В первую очередь давайте посмотрим за индексом S&P 500. S&P 500 мы с вами на прошлой неделе в понедельник ставили цели 4.500-4.600. В целом можно заметить, что цена этого уровня достигла и сейчас скотируется после того, как цена достигла 4.585, цена откатилась и продолжает в целом находиться в восходящем канале. На дневном графике это видно более отчетливо, что цена отбилась от нижней границы уровня поддержки. И достигла локального максимума, откатилась и в целом это можно рассматривать как трендовое движение с последующим ростом. По индексу S&P 500 я все-таки рассматриваю рост. Давайте теперь рассмотрим индекс доллара, тикеры DXY. Индекс доллара на дневном графике мы с вами можем заметить, что цена находится еще с мая 2021 года в восходящем тренде. Сейчас она находится около нижней границы поддержки. И в целом в рамках технического анализа опять-таки возле границы поддержки обычно рассматриваются позиции на покупку. Что здесь важно отметить? Важно отметить, что после такого сильного движения вниз скорее всего цена так резко подниматься не будет. Хотя если рассматривать внутри дня, то в целом видно вот разворотные модели. Здесь на графике H1 формируется графический паттерн на вымпел. С целью получается 96. Если действительно цена будет подниматься 96 и преодоляет предыдущий локальный максимум в районе 96.20, то мы можем с вами говорить о том, что действительно все движение восходящее началось. И следующую цель по индексу доллара можно ставить 97 и выше 97.90 в районе 98 долларов за индекс. Давайте рассмотрим золото. Золото на графике H4 у нас показывает такую коррекционную динамику после сильного падения. На дневном графике можно выделить уровень 1830. Выделить также трендовый уровень поддержки, от которого в прошлый раз золото как раз-таки отбилось. Но стремительный рост, как на прошлой неделе, не состоялся. На мой взгляд, что золото сейчас находится вот около вот этого уровня 1814. Видно, что в прошлом от этого значения золото уже отбивалось. Я все-таки думаю, что перед тем, как пойти на 1830, золото может еще раз подойти к трендовой поддержке в районе 1794. И может быть ниже. И уже после этого сформировать что-то вроде двойного дна и пойти на 1850. Пока по золоту ситуация неопределенная. И сделок в каком-либо направлении тяжело рассмотреть. Евро-доллар в прошлую неделю показал очень сильно восходящую динамику. И восходящая динамика остановилась все около уровня 1 на 15. Если точнее, то 1.1484. Видно, что после того, как цена достигла максимума, сильного отката не последовало. Это означает, что в теории мы можем ждать тестирования 1.1480 и последующего роста на 1.15 и возможно даже на 1.17. По евро-доллару я думаю, что восходящая динамика еще может продолжиться. Биткоин. По биткоину за выходные произошли интересные события. В фундаментальных событиях каких-либо не было. Но с точки зрения технического анализа мы видим, что биткоин достиг отметки 32 033 и от этого значения начал отбиваться. В целом, очень похоже на то, что биткоин будет сейчас расти в рамках этого движения и достигнет отметки 71 072. Это график недельный. Следует отметить, что это достаточно долгосрочная перспектива. Как правило, биткоин, если растет, то на это уходит не один месяц. Переключаемся на дневной график. На дневном графике у нас здесь ситуация не такая оптимистичная, как на недельном. В том плане, что как такового трендового разворота еще не произошло. Следует отметить, что после того, как цена преодолеет отметку предыдущей максимума, это в районе 45 000, она зайдет выше него, откатится на него сверху, тогда можно говорить о том, что да, действительно, тренд по биткоину развернулся и можно рассматривать позиции на покупку. Пока для осторожных трейдеров следует дождаться уровня 45 000, только после этого принимать решение. Ну а это были все ключевые события предстоящей недели. Вам желаю успешной торговли, успешной торговой недели, зарабатывайте вместе с Амаркетс и всего наилучшего.